МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Александрович, с момента Каменского бабла прошло уже порядка двух недель. Ну, можно ли так утвердительно сказать, что ребята не потеряли тот положительный игровой тонус, который дали три победы подряд? Ну, в какой форме находятся наши игроки и команда в целом, наверное, покажет ближайшие игры. Я скажу, что, конечно, в этот промежуток времени, я имею в виду, перерыв, это для нас было не очень хорошо, потому что часть игроков наших играла за национальную сборную. Команда находилась в нашей меньшинстве, тренировочный процесс полноценный. Мы пытались как бы обеспечить, но как бы все равно достаточное количество игроков, чтобы даже те же пять на пять поиграть, полноценную такую тренировку делать у нас не получалось. Плюс игроки со сборных, ну, как правило, приезжают немножко истощенные, вымотанные. Вот, поэтому, ну, мы настраиваемся на завтрашнюю игру с командой «Черкас». Надеемся, что игроки будут в хороших кондициях, хорошей энергией, покажут свои сильные стороны, свою хорошую игру. Надеемся. Прометей достаточно успешно сыграл в этом дворце Будивельник перед Новым годом. Очень хорошая по качеству игра была. Ну, наверное, с того времени «Черкассы», скажем так, пришли в то состояние, в котором они и должны все время быть. Ну, да, вы правы. Последние игры, последний вот «Бабл», в котором мы участвовали «Черкассы», они закончили 3-2. Два, то есть две победы взяли, как бы и показывали достаточно. Видно, что команда сейчас у них находится на подъеме, достаточно в хороших кондициях. Они выглядели свежее, скажем так, чем команды соперников. Плюс у них добавится ряд игроков. Вот один будет точно завтра с нами, возможно, еще один добавится. Поэтому можно сказать, ну, и плюс огромный для них в том, что они играют дома и со своими зрителями. Все знают, что в «Черкассах» очень хорошие такие болельщики, которые поддерживают и гонят свою команду вперед, не дают им опустить руки. Поэтому я думаю, что это будут абсолютно две разные игры. Та, которая была и которая будет завтра. Поэтому мы настраиваемся, готовимся к предстоящей игре. Какие игровые достоинства выделили бы у соперника? У соперника, ну, основное достоинство я бы выделил такое, как у них есть ряд хороших исполнителей, индивидуально сильных. У них такой сплав, скажем так, молодости. Есть достаточно много молодых игроков и есть опытные, да, ребята. И вот этот сплав, если у них как бы и дать им почувствовать их игру, у них тогда очень много чего летит, скажем так, в кольцо и получается. Ну, и плюс, опять же, команда хорошо бежит. Команда хорошо бежит и индивидуально есть сильные игроки, которые могут сыграть как с Коля, так и под кольцом. Итак, начинаем. Старт. Раме. Три. Пусть, ребята. Субтитры сыграли. Субтитры делал DimaTorzok